Жительницы поселка Измайлова Лариса Гладких и Нина Климкина, обе бывшие учительницы, много лет собирают истории местных жителей. В свет вышли уже три книги, в которых описаны судьбы детей войны. Эта тема мне лично очень близка, потому что мои родители тоже дети войны. Папа, ему было всего 10 лет во время начала войны, он был в оккупации в Барунической области. Мам не было 8 лет, она жила с семьей в Турии, они были недалеко от военного завода, их все время помбили. Очень интересно написала Вера Сергеевна Дукшина. Мы благодарны своей родине, она нам помогла. Это была первая книга, где она писала о своем детстве. Она писала, их деревню всю сожгли. Я думаю, что же дальше? А дальше она говорит, нас освободили под Курском, пришли военные, измерили землю, поставили срубы, поставили крыши. И таких историй авторы трех книг, выпущенных за последние семь лет, собрали множество. Каждая по-своему уникальна. И в каждой судьбе судьба страны. Как продолжение два документальных фильма о директоре школы номер 6 Иване Подловченко и его учениках, отправившихся добровольцами на фронт. Письма и фотографии, рассказы их детей и внуков помогли сохранить истории подвигов наших земляков для нас и последующих поколений видновчан. Гена учится в начальной школе, поэтому Иван Кириллович пишет письма почти печатными буквами. В письмах он просит сына быстрее учиться читать и писать, слушать маму и учиться только на отлично. Коренная видновчанка Галина Коннова рассказывала о семье своего деда Ильи Петровича Леонова, человека интересной судьбы. В семье Галины Вениаминовны всегда с уважением относились к истории своих предков, хранились фотографии, записывались воспоминания. Наверное, поэтому биография Ильи Петровича и его супруги Олимпиады Ильиничны была столь подробно изложена в рассказе. В семье постоянно звучали рассказы моей бабушки. Она была прекрасная рассказчица, была пигунья, присунья, необыкновенно оптимистичный человек. Вместе с мужем они пережили все эпохальные события, которые происходили с начала 20 века в нашей стране. И революцию 1917-го, первую мировую, гражданскую войну, голод 20-30-х годов, и ежовщину, и Великую Отечественную войну. Краеведческий семинар оказался интересен самым разным людям. Это и видновчане, как Александра Ефимовна Черепнева, пусть и не родилась в Видном, но любит наш город всей душой. Здесь я работала, здесь у меня дети выросли, здесь у меня все. 40 лет прожила, конечно. Мне завод коксогазовый очень много дал. Это и гости города. Любовь Еремина приехала из Царицыно. Я кревет, я историк, я занимаюсь Царицыном. Ну и поскольку я занимаюсь Царицыно, немножко захватываю и окрестности. И мы, общество строжилов и креведов Царицыно, очень дружим с этим центром, очень его ценим. Среди пришедших на семинар наверняка найдется немало тех, кто смог бы рассказать свою историю. Например, Людмила Павловна Ломака. Каждый человек, он, наверное, сопоставляет свою судьбу и судьбу города. Мой дедушка приехал на строительство коксогазового завода в 46-м, по-моему, или 47-м году, я сейчас точно не помню. И вот где-то с 50-го года я живу в этом городе. Каждый человек, он, наверное, сопоставляет свою судьбу и судьбу города. Татьяна Брылова, Александр Лодинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.